Добро пожаловать на наш канал! 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 Это сокращение продолжительности жизни, это расширение масштаба бедности, то, что было характерно именно для нашей страны, когда в ужасающем положении находились и представители силовых структур, и бюджетные пенсионеры, и вариды, и так далее. Это и постоянные задержки заработной платы, многие сидящие здесь хорошо вводны в эти времена, это и постоянное увеличение количества безработных, это и высокий уровень феминогенности в обществе, ну и отдельно, конечно, остаются проблемы, связанные с улучшением нашего нравственного здоровья и силы. Что же сегодня? Какие более серьезные опасности и вопросы существуют в российском обществе? Ну, я на первый раз поподставил бы проблему связан с улучшением социально-классовой дифференциацией общества. Да, в конце 90-х, в начале 2000-х годов эта проблема стояла, но не стояла с трудом. Каждый год приносит нам с вами усугубление этой ситуации. И здесь вот последние цифры говорят сами за себя. Посмотрите, я не буду брать 2012-й год. На 0,1% россиян приходится 71% личных активов в стране. Причем, если брать в целом в мире, то получается 46% активов. Американцев этот показатель составляет 37%, Европы, Китая 32%, Япония 17%, а у нас с вами 71%. Еще несколько лет назад, года 3-го назад, вы помните, в то время еще президент Медведева, а потом еще и бывший руководитель финансовой службы Кудрин, мы говорили о том, что разрыв между бедными руководителями 10% составляет 18%, и сегодня, к сожалению, в этом проценте 20%. Вторая проблема, на которую мне хотелось бы попасть, это проблема, связанная с мобильностью, особенно много людей. Конечно, здесь факторов, которые влияют на мобильность, очень много. Главный, на наш взгляд, фактор, это то, что сырьевой характер нашей экономики, практически отсутствие очень серьезных финансовых влияний, приводит к тому, что мы не имеем возможности обеспечивать молодежи эту мобильность. Причем все это усугубляется тем, что жилищная проблема практически не решается, и отсюда и возможность переезда из какого-то областного центра, переехать в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербург, в Санкт-Петербурге, где это не возможно. Следующая проблема, это проблема демографическая. Да, здесь, конечно, Владимир Владимирович очень серьезный, и руководители государства об этом говорят. В принципе, даже в конце 10 декабря 2012 года прошла информация, что мы вышли даже на плюс. Были цифры 22 тысячи, 24 тысячи человек, то, что рождяемость превысила смертность. Ну, конечно, здесь очень скептически относятся к этим цифрам демографы, говоря нам, что подрастает нам следующее поколение, и проблемы сейчас появятся. Но, тем не менее, мы вышли с вами на увеличение продолжительности жизни населения в более 70 лет. Это второй раз за последние 50 лет. Первый раз вы знаете, что вы имена, вот Горбачева, когда у вас знаменитый, он праздник, ясно, когда-нибудь. Значит, если брать по Санкт-Петербургу, то здесь и достаточно оптимистичные цифры, связанные с рождательностью и увеличением количества браков и увеличением количества, значит, образований. Следующая проблема, которую мне хотелось бы поднять, это проблема, связанная с трансформацией современного рынка труда и проблемы, которые нас с вами очень серьезно волнуют. Насколько конкурентоспособны наши с вами выпускники. Да, конечно, сейчас за последние пару лет мы можем гордиться, что в России резко уменьшилось количество безработных, это очень хорошо, но трансформация здесь очень серьезная происходит. И эти трансформации требуют значительных измерений в процессе функционирования высшей школы. Да, сейчас очень много идет разговоров о том, что российская высшая школа должна переходить на инновационные пульсы развития. Много говорится о эффективных и неэффективных высших учебных заведениях, но очень много говорится о показателях и индикаторах, которые должны определять, насколько эти вузы эффективны. Нам представляется, что одним из главных показателей должен быть, конечно, показатель, связанный вот именно с этим, с конкурентоспособностью выпускников. Мы в университете в прошлом году провели достаточно серьезную научную исследовательскую работу, реализовали, смотрели, насколько конкретно способны наши выпускники, смотрели недосударственные вузы. И, в общем-то, получилось, что наши цифры, как пока была нормальная корреляция с цифрами, которые предоставил комитет нашего правительства, который, вот, отнеселил, в смысле, по высшей школе, который ответил комитет, извините, по труду и занятостью населения, который, вот, предоставил такие цифры, посмотрите, или были востребованы, но есть другие университеты. Университеты нашего правительства, 36%, дальше политеем, 27%, 19%, ежегодно, 14%, 20%, 20%, и вот так далее. Я думаю, что в следующем году нам эту работу необходимо продолжить, и вот как-то делить усилия с тем, чтобы учатки себе представляли последствия этой нашей с вами работы. Следующая проблема, которая очень может, мне хотелось постановиться, это проблема, связанная с девиантным, девиантным поведением. Много здесь, мои коллеги, говорили о борьбе с коррупцией, о том, что необходимо заниматься вопросом борьбы с наркотиками, с гианством, алкоголизмом, там, и так далее. Очень много говорилось о борьбе с преступностью, но я вот несколько дней назад обнаружил цифры, которые мне достаточно приятно поразили. Комитет Организации Одинных Наций, который занимается этими проблемами и пытается показать ситуацию, которая есть в различных странах мира, борьбе с преступностью, он представил такие цифры. Здесь они, ну, получилось так, очень мелкие цифры. Я просто хочу показать, вот, вместо России, смотреть с убийства, нападение, краши, предыдущие, уколе, количество судьбы, скверхи, ТТП. Ну, понятно, что, в отличие от тех же англичан, которые по нескольких позициям оставляют нас с нами, и другие стороны, меньше фиксируют преступления, и так далее. Позже работает наша полиция, у нас в этом достаточно подробно Владимир Анатольевич говорил, но, тем не менее, посмотрите порядок цифр, 27,8, там, что там у нас, нападение, и 664,5. Порядок цифр нам про понять. То есть, я хочу сказать, что, конечно, в принципе, проблема существует, да, безусловно, и, безусловно, все мы недовольны деятельностью соответствующих силовых структур, но, тем не менее, к нашему счастью, мы далеко не будем идти планеты Северного. Я очень помню, как мы говорили о Санкт-Петербурге, насчет того, чего столицей мы являемся, очень хотелось бы, чтобы мы были в столице, и, скорее, главном государством здесь. Ну, и с вашего решения, я не буду останавливаться, конечно, с англичанским проблемам, проблемам коммуникации, это отдельное, конечно, должно быть разговором. Оставшиеся несколько минут мне хотелось бы посвятить не только анализу этих опасностей ВОЗ, а предложить, что хотелось бы, чтобы мы предприняли это, чтобы мы решали этот продукт. Ну вот, Владимир Геопольевич говорил о том, о принятии, видите, концепции социальной безопасности и законодательности. Я считаю, что такая концепция должна приниматься, и это не должно быть, понимаете, традиционно, как мы принимаем, очередную, бумажную, какую-то, вот, иронную. Нет, мне кажется, здесь сейчас модно говорить о дороге и правда, должна быть какая-то конкретная, вот, конкретный порядок цифр, связанный и с финансированием. Конечно, я думаю, что каждому из нас интересно, какое материальное положение у продавателей будет в 2030 году, но где мы с вами, где-то, где тоже 2030 год. Очень интересно было бы, что будет с нами в 2014, 2015, 2016 годах. Поэтому вот такой поэтапный документ был бы, конечно, очень интересен для страны, потому что социальная сфера, ее финансирование всегда было достаточно. И если брать ее элементы какие-то, образование, медицина и так далее, мы с вами видим, что в этом году мы намного хуже финансируемся, чем ведущие страны мира, я не говорю про американцев и китайцев. Ну, а в следующем году, к сожалению, там образование еще будет уменьшиться на порядок. Второй момент – это изменение системы финансирования и управления окраслями социальной сферы. Я еще раз хочу подчеркнуть, но пора уже отходить от этого остаточного принципа. И мы не сможем ни экономический, ни политический, ни инфраструкционный, ни технологический, как ее завершить. Дальше. Ну, да, да, иначе было решение социальной классовой дифференциации. Ну, здесь, конечно, я не знаю, там, согласятся со мной многие, сидящие здесь или нет, но мне кажется, нам давно уже пора переходить от, уходить, вернее, от плоской шкафы народного обложения. Вот все разговоры о том, что собираемся с народом, народом уменьшится, я считаю, что они должны уйти в прошлое, потому что сегодня плоская шкафа народного обложения существует только в один из всех странах мира. Это все развивающиеся экономики. Ни в одной из этих стран мира не достигнуты каких-то экономических социальных успехов. Поэтому думается, что здесь уже нужны очень серьезные изменения. Четвертый момент. Согласение на штабу теневой экономики и экономики. Колоссальный масштаб, практически около половины национального дохода. Я считаю, что недавно выступала, не случайно говорила о том, что мы почти половину работоспособного населения России не знаем, чем они занимаются. И это, конечно, крайне грустно. Значит, это решение проблем, связанных с усилением воли гражданского общества, решение социальных проблем. Это, наверное, надо было на одно из первых мест выделять. Это поддержание института семьи, особенно молодой семьи. Вы видите, что происходит сейчас в Галландии, в Англии, во Франции. Нам нужно четко понимать, что без здоровой семьи, без межпоколенного взаимодействия ничего мы сделать не сможем. Ну и, конечно, это поддержание социальной мобильности общества, использование современных социальных технологий, которые смогут обеспечить и занятостью, и социальную защиту работников нашего общества. Таким образом, я хотел бы сделать вывод, что в сегодняшних условиях проблемы социальной безопасностью играют ключевую роль, и нам очень четко можно заниматься этой проблематикой в ближайшем году. Спасибо большое. Спасибо.